В начале 2000-х годов компания Хонгвелл Карарама выпустила серию машинок-игрушек в 43-м масштабе. И что характерно, по качеству изготовления эти машинки были наголову выше многих моделей от именитых брендов того периода. Сегодня мы посмотрим на одну подобную модель, вышедшую в тот период времени, а именно на Mercedes-Benz 560 SL Roadster. Модель выполнена из металла и достаточно качественно покрашена тонким слоем эмали, без всяких заливов, переливов и мусора под краской, как делают многие, к сожалению, сегодняшние производители моделей. Решётка радиатора выполнена отдельной деталью пластиковой с имитацией под хром. И она затонирована. Бампер является также отдельной пластиковой деталью с имитацией хрома. Фары выполнены из прозрачного пластика, достаточно реалистично копирующие фары настоящего автомобиля. Дворники являются также отдельными элементами. Кстати, они очень сильно напоминают дворники на сегодняшних моделях от многих журнальных производителей. Рамка лобового стекла также является отдельным элементом пластиковым под хром покрашенная. Лобовое стекло и солнцезащитные козырьки – это одна деталь. Просто козырьки у нас покрашены под цвет салона. В модели также есть функционал, в частности, открывающиеся двери. На дверях присутствуют дверные карты пластиковые. Также это пластмасса, как и весь салон, покрашенная в массе. Руль у нас является отдельной деталью, стампопечатью мерседесовского знака. На приборной панели у нас присутствуют приборы, магнитолы и прочие всякие. Воздуховоды у нас покрашены. Несмотря на то, что, еще раз повторюсь, эта модель, как мы ее сейчас называем, раньше позиционировалась как игрушка. Отдельной деталью у нас идет ручка-коробка передач. В целом, все так выглядит неплохо. Отдельной также деталью идет зеркало под хром. Задние фонари у нас выполнены отдельными деталями из прозрачного пластика и покрашены лаком, разбитого на секции оранжевые, красные заднего хода. Задний бампер – это тоже отдельная деталь пластиковой, асимитация хрома. Надпись модели – это тампопечать. Дно у модели выполнено из пластика с имитацией выхлопной системы. Кстати, она тоже идет отдельной деталью под хром. У этой модели также поворотные колеса, которые придают реалистичность модели и добавляют функционал. Колпаки у нас имитируют диски от 126 кузова Mercedes S-класса, на которых они тоже достаточно часто встречались. Покрышки достаточно простые, но копийные, так можно сказать. В целом, модель производит благоприятное впечатление даже на сегодняшний день и не вызывает никаких отторжений. И будет, наверное, приятным пополнением в любой коллекции. Спасибо за просмотр. Приходите снова. Пока. Продолжение следует...